итак имеем honda fit вот с таким повреждением дверь конечно на замену поскольку установить ее просто нерентабельно плюс немного ушла стойка вот жимок посмотрим что у нас получится вот что мы имеем гидравликой пришлось немножко поработать так как у нас есть новая петля мы и не жалели осталась небольшая вмятина которую мы берем обратным молотком приваримся и выдернем ну вот и все пришлось немножко повозиться выглядит сейчас не очень красиво но как говорится шпаклевка творит чудеса сам план что все получилось дальше будет шпаклевка и так собрали дверь на месте зазорчики все ровные я доволен осталось творить чудеса шпаклевка покраска пока что не очень красиво инструмент понадобился сварочный в общем ничего сложного перед нанесением шпаклевки на двери смотрим небольшие тычки ямочки чтобы при покраске вам все это не вылезло в зашлить затираем шкуркой я пользуюсь 120 для того чтобы привыкла шпаклевка а дальше уже начинаем мазать вот здесь небольшой кусочек у нас ну и тут само собой хотя эти места можно болгаркой заболгарить даже думаю я так и сделаю поскольку уж сильно много трещин у нас есть что-то а а а а а а а а а и а а а такой огромный слой шпаклевки получился точнее кто-то до меня тут постарался сильно не заморачиваясь с кастоправкой просто завали шпаклевкой все это снимать я не буду мне за это не платили так мажем шпаклевку наносим все что нам понадобится дальше 120 шкурку по крайней мере я пользуюсь и 80 шкурку такой рубаночек и шкурим начинаем 80-кой дальше 120 потом обычно уже под грунтовку окончательно делаем 240 ох good night vida ну вот подготовил я все под грунтовку поверхность перед этим вырабатывать скотч-брайтом красным таким образом чтобы нигде не было блеска чтобы у нас все хорошо грунт лег и хорошо был удобно было вышкурить чтобы он не слазил слоями положите на глянцевую поверхность все слезет чертям таким образом то же самое просто блестящая поверхность это поверхность удобная штука для грунтовки используют квиклайн чп 345 купить не знаю как точно произносить ну вот теперь покрываем покрываем дверь изнутри красим точнее естественно обезжирил уже прошел что скотч брайтом прошел сюда обезжириваю я пользуюсь лично наволом силиконовый обезжириватель как-то так сейчас начнем красить так вот у нас получилось какая поверхность загрунтованная сверху побрызгал проявкой то есть любую краску что осталось от прошлых покрасок легко наносится сверху грунта чтобы видно было где прошкурен и где нет дверь вчера покрасил изнутри получилось принципе нормально для нутрянки полировать ее не буду естественно вот сейчас задача вышкурить грунт все это дело открасить потребуется пленка укрывочный скотч малярный для грунта шкурить грунт 320 шкурка сперва потом 800 финишная растворитель лак я буду использовать пик лайн экспресс вот краску rock paint соответственно обезжириватель обезжириваю я вот такими салфетками вот ну что начнем подготовку поверхность готова к покраске начинаем красить на эту дверь сделаем просто переход под лак всю закрываем базой просто переход потому что краска это как правило не очень стреляет цвет первый слой даем в редкий потом заваливаем третий слой мы как бы подравниваем чтобы не было яблок пятен и тому подобное заanni давали ученьки делаем вот давайте выберем чудесный притом пора включать вытяжку закончил красить вот что получилось не понравился мне лак экспресс рекламенский очень плохо растекается возможно в холоде будет лучше но пока что довольно таки тепло и он не знаю получится нет шагли получается довольно таки крупная можно сказать залазкая завтра будем полировать наступаем к полировке шкурить будем для полировки потребуется шкурка 1200 для того чтобы сбить крупную шагрень и крупный соль который нападал во время покраски 2000 шкурка убрать риску после 1200 и 100 грамм 417 пасты тремовской посмотрим что получится после полировки вот и все машина готова осталось помыть проем тоже целый ничего не видно а а а а а а а а а Продолжение следует...